Большой автобус отправился от санатория Старинная Анапа в станицу Анапская к строящемуся стадиону. По этому же пути на тренировку будет ездить одна из команд участниц чемпионата мира по футболу. Пассажиры, сотрудники администрации и дорожные инспекторы. Команда, которая приедет на площадку в Витязево, будет жить в санатории Аквамарин. Существуют специальные протокольные маршруты. Есть основной и запасной, а также установленное максимальное время в пути между точками. Стандарт, утвержденный ФИФА. Из автобуса к плану ультрасовременного комплекса, который появится в станице Анапская. Помимо стадиона с травяным покрытием, административный корпус, конференц-зал, душевые, раздевалки, автомобильные стоянки и другая необходимая инфраструктура, строительство идет на федеральные деньги под контролем краевых властей. Задача муниципалитета обеспечить подъездные пути, выполнить благоустройство. В станице Анапской полным ходом идут земляные работы. В Витязево подрядчик также зашел на объект. Анжелика Бузунова осмотрела прилегающую территорию и дала соответствующее поручение. Здесь будет обустроена стоянка с этой стороны, поэтому мы должны будем полностью выполнить благоустройство этой территории. Мы хранируем деревья, мы разобьем здесь газоны, мы отремонтируем дорожное полотно. По улице Западной мы построим новую дорогу как альтернативный въезд, расширим около школы, перенесем тротуар и построим дорогу с расширением дорожного полотна. В Анапской то же самое, там нам предстоит построить парковочные места и благоустроить подъездные пути, улицу Тбилиска, улица Мира. В общем-то будем работать, работы очень много. Стадионы вместе с прилегающей территорией необходимо будет сдать весной будущего года, а после того, как закончится мировое первенство, обе площадки передадут в распоряжение детско-юношеских спортивных школ города-курорта.